Welcome, welcome, welcome. Ну что ж, ребят, вернулись мы после довольно продолжительной паузы. Очень довольно продолжительной паузы. Не знаю, минут 30 она шла. ИМ, мне уже кажется, не таким долгим. Но, конечно, ДМ им еще далеко, потому что нужно, чтобы компьютер сломался. И они три часа чинили один компьютер, а потом отменили игру. Тогда, и это на финале было, ребят. Тогда они сравняются с ИМ, но пауза была, конечно, затяжная. Но, правда, нам ролики всякие показывали, развлекаловки, шутки, как это называется, конкурсы. Все было весело, задорно. Нет. КТ остались на синей стороне. Видимо, здесь правило проигравший выбирает себе сторону. Любопытно. Остались они на синей стороне, остались они на ферстпике. И готовы снова засовывать пауна в контрпик. Но при этом забанили Шена и Физа. Получают все еще баны топеров в лицо Рамбла, Кеннона. Ну и, скорее всего... А где еще один бан? А мы его не показали. Грейвс забирает себе скор. Скор на Грейвсе. 7 побед, 3 поражения. У меня такая статистика. Сейчас, может, нам покажут другую здесь снизу. У меня такая статистика на него выведена. Камилла от Хуни. Ха-ха. Любопытно, что они не профита поставили на эту роль. И Вульф тут же забирает для себя Лулу. Ну, точнее, Пенат для него забирает. Но я имею в виду, что Лулу будет. В очередной раз Лулу плюс Камилла довольно сложно будет играть в команде КТ против этой Камбы. И сейчас они задумались, а стоит ли им предпринимать какое-то такое тяжелое решение. И идти ли им вот снова в Синдру Ашу. Да, они снова, по-моему, идут в Синдру Ашу. Аша. То бишь, есть инициатор. Просто в прошлой игре у них и Лиза была вторым станом. И они за счет огромного количества станов могли держать конкретно любого игрока и убивать его. Но и Лиза, видимо, им не понравилась. И решили в этой игре немножко видоизменить свою Камбу. Но Аша остается все еще центральным нападающим у их команды. Паун, правда, сейчас задумался и забирает себе Лебланк. Как он долго думает об этом. Да, Лебланк, ребят. Лебланк, которая, ну, явно будет не с барьером. Она либо с Телепортом, либо с Игнайтом будет. Это интересный выбор. Учитывая, что у Фейкера есть возможность контрпикать Лебланк. И, скорее всего, он этим сейчас и займется. Либо просто возьмет ютилити мидлейнера. А под ютилити это Ариана. Причем она очень хорошо здесь зайдет им сейчас. А можно контрпикнуть ее? Через Косодина, того же самого Зеда. Ну, посмотрим. Это Талона. Ну, скорее всего, да. Это если будет что-то АДшное на миде, то это будет Талон. Никак не Зед. Пока забирают Лесина для Пената, чтобы не получить кучу банов и играть неприятным чемпионом Лесным против Грейвса. Банят Ринектона, потому что это неприятно для Камилы. Очевидно. С КТшники сейчас будут направленные баны делать на Топпера. Скорее всего, будет забанен Ринектон и... Кто еще? Как бы уже все забанено, то, что убивает обычно... Ну, Поппи, но я не думаю, что Смэп на Поппи гоняет. А КТшники, мне кажется, должны были Фейкера все же здесь побанить. Хотя попроще это было бы, чем пытаться угадать, кем будет играть Банк. Но они решили забанить Варуса. Мол, на Варусе он хорош, хотя по мне очевидно, что здесь... Если Фейкер играет через Ютилити, то нужен Паук еще и Эдде Керри. А, ну все, они и то, и то забанили. Все, тогда никаких проблем. Они и Эза, и Варуса забанили. Два бана направили на Бенга. И у Бенга сейчас ничего не остается, кроме какой-нибудь Кейтлин, либо Джинксы. Ну, учитывая, что они забирают себе Карму. Это Лулу будет на меде, судя по всему. Да, это Карма. Карма от Вульфа и Лулу, видимо, на меде, как контракт Лебланк. Абсолютно нормальная тема. Что касается КТшников, ну, их сейчас ход. Два чемпиона надо добирать. Они знают, что команда КТ собирается играть через явно гиперкерри АДшника. Это Кагмаф, это Кейтлин, это Джинкс. Это Люциан, кстати говоря, тоже. И нужно его в мидгейме убивать. Хороший выбор. Мальзахара мне нравится. И явно нельзя брать никакого лейтгейма топпера. Нужен топпер, который сейчас будет просто чуть-чуть помучается с Камилой, но зато будет прилетать вниз, помогать команде. Какой-нибудь Наутилус сгодится, хотя у него неприятная линия на топе. Можно рискнуть и Рамбла взять. Нельзя. Рамбла, Рамбл за Байан. Все же они решают оставить за собой Фиору. Ну, не знаю, ребят. Это тяжело. Это действительно тяжело. И Баэнг делает гиперкерри нам Твича. Три щитка для него и инициатор. Ох, ребят. Мне кажется, КТшники сами перемудрились здесь. Они выстраивали свою комбу как мидгеймовую. И в итоге позволяли СКТшникам добирать щитки и одновременно с этим пикать себе гиперлейтгейм чемпионов. И у них теперь и Камила в одних руках, и Твич. В ответ, конечно, есть Фиора. Но это так. Это так, ребят. Ключевые чемпионы здесь у команды КТ будут Смэба Фиора, понятное дело, и Пауна Лебланг. Если они будут проваливаться, эта игра для них сразу слита. И наоборот, если они будут очень хорошо идти, они могут вдвоем просто выиграть всю игру. Ключевые игроки для команды СКТ, конечно же, Твич и Камила. То есть, вот, все надо пикнуть на топ, разобраться там, кто из этих брузеров сильнее. Думаете, не Лула будет на меде, а Карма? Ну, на самом деле, там разница незначительная. Что Лула, что Карма на меде, они по силе одинаково спокойно стоят против Лебланг, одинаково выдают. Потом, да, да, вот нам сейчас последнюю показывают загрузочное окно, там все же Карма будет на меде. Ну, ладно. Почему одного бана нет? Ну, не захотели банить, не знаю. Может, они опоздали с паузы. Их лишили одного бана. Я не слушал английских комментаторов, честно скажу, поэтому не знаю, что там произошло. Тасула, первый раз меня слышишь, но... Меня это немножко удивляет. Ребята, те, кто меня знает, напишите ему, сколько мы уже комментим игр. Поскидывайте ему ссылки, видосики, все это поскидывайте. Странно, что первый раз. Там, я понимаю, вот когда в январе ребята с Твича приходили и говорили, что первый раз слышат. Это да. А в январе, потому что мы каким-то неведомым образом, наш Твич начал продвигаться. А вот... Сейчас уже вроде бы мы все... Не ему, а ей. Тасула еще у нас и девочка. Как тебя зовут, красавица? Со второго сезона? Ну, с конца второго сезона. Хотя коменчу я, скорее, с середины третьего сезона. Со второго сезона я... С конца второго сезона я играю. И... Знаете, какой у меня был первый стрим? Я был на старом компе, еще на старой квартире до того, как эту купил. Сидели, короче, по скайпу. Сейчас немножко будет для тех... Для... Как это называется? Не для нюфагов информация. Короче, мы всю ночь играли в лигу. Вчетвером, по-моему, играли в лигу. Тогда можно было же... Не, мы в пятером точно играли. А да, мы играли в пятером, а осталось потом нас четверо. Скай был немножко подвыпивший. И... Я говорю, там сейчас корейский финал будет. Гоу смотреть корейский финал вместе. Был Маня, я, по-моему, Хангар Би был и Скайбол. И мы остались. И пока, короче, сидели и смотрели, я решил просто комментировать, что там происходит для наших пацанов. Потому что кто-то, кто чем занимался, Скайб сказал, что он не знает, будет ли еще играть потом. И мы ждали пятого игрока, Хоскера или кого-то. Короче говоря, я комменчу вот так вот для наших пацанов. Такой индивидуальный стрим для трех пацанов. Так, подождите, у нас здесь мини-размены. Но они не должны закончиться. Потери ничего, хотя у Банга небольшие неприятности. Минус экзост, например, уже. И теперь на Вульфа можно переключиться. Минус экзост, и Вульф больше хп потерял. Так вот. Тут, ну там шутка юмора в конце просто будет. Не прохлада, а шутка юмора. Комменчу для них. И слышу, как начался храп чей-то. Как оказалось, это Скайб призаснул просто во время вот этого Скайб-конференции нашей. Ну ладно, все, ребят. Продолжаем играть. Точнее, продолжаем смотреть, что тут у нас происходит. Жесткие какие-то размены на Бутлэйне произошли. В жесткую ситуацию засунули себя Банг с Вульфом. Мата тратит экзост на ровном месте сейчас, чтобы получить второй левел быстрее. Они зазонили, но в итоге у них не получилось по времени добить мапсов. И они просто чуть-чуть отзонили твича. Но мне это не особо нравится. Хотя сейчас все же они взяли второй левел быстрее. Начинают избивать преимуществом по левелу. Но недостаточно урона наносят. Очень интересные комментарии, наверное, были. Но я говорю, он был подвыпивший, и мы всю ночь играли. Так что, то, что он предзаснул, это нормальная тема. Так, у нас здесь Пинат. Левел 3 уже выходит на ганг. Флэш цепляется Дефта. У Дефта большие неприятности. Пинат делает флэш, удар ноги. И пропадает. Аша с карты. И Пинат доволен. А Дефт отправляется в серый экран. Кто виноват, что делать? Ну, кто виноват, что делать? Вы там держитесь. Вот что я только могу сказать. Потому что, ну, не надо было так агрессивно терять экзоста. Не надо было так агрессивно, ну, давить на линию Лулу плюс твич. Тем более, когда вы знаете, что Лисин начинал с красного леса. И Лисин 3-й левел ганг может организовать. Что он, в общем-то, и сделал. Скор выходит на мид. Фейкера пытается убить, но он так медленно это делает. В итоге не попадает Паун цепью, но наносит тандерлордовский прок. Даже если бы он цепью попал, это всего лишь у Фейкера сняли бы флэш. Ничего сильного бы не добились. В итоге Фейкер дает W по Пауну и тоже прокает свой тандерлорд. И уже Паун потерял больше хп. Все время под твоей стримы засыпаю. Понятно, понятно. Все с тобой понятно. Ну что ж. 0-1. 700 золотых преимуществ. Не спалился на вордах Пенат вместе с Вульфом. Думали они выйти на мид, на ли бланк, но не получилось. Но зато увидели Скор, который будет фэйсчекать. Это будет ли минус Скор. Очень похоже на то. Он отфлэшивается, Пенат за ним гонится. Нету здесь шишки, некуда будет прыгать Скор. Скор переешивается через стенку. И Пенат за ним не ведет по коню, потому что Паун со спины заходит. И плюс в темноту прыгать неприятно. Флэша у него не было. Он мог кушкой прыгнуть на мопца. Но этого не было бы тогда у него урона дополнительного по Грейвсу. И в темноту прыгать не захотелось. Интересно, это будет ли бланк с пистолетом. Но по логике не должна быть ли бланк с пистолетом в этой игре. Потому что я объяснял вам вчера на стриме на своем, когда с Улаку играли, что ли бланк с пистолетом играется для сустейн на линии. То есть если у вас линия, где вы постоянно получаете урон от оппонентов, типа против Арианы, когда стоите, хорошая цепь, но ответная цепь от фейкера не хуже. Так вот, если вы постоянно получаете урон на линии, то пистолет годится, вы лайфстилитесь и одновременно с этим спеллвампитесь. У нас банк выходит, дает свою Ешку, немножко урона. Ой, извините, да, будет немножко урона. А вот Ешка сейчас будет прокать, но Экзост успевает дать мату на него в ответ. И урон не хуже нанесли КТшники на ботлейне. Правда, импред сейчас реколится. Оставаться таким ХП там опасно. Он тратит телепорт, возвращается на свою линию. У фейкера тоже есть телепорт. Ну, в общем-то, он, скорее всего, то же самое и потратит. Стримил я Ментитор. Именно это тоже стримил. Но я имел в виду про Лигу Легенд, как она началась. А это да, стримил до этого. Радио стримы тогда еще были. По реплеям и радио стримы. Все так и было. У всех есть скины. Так почему фейкер всегда без скиновки уходит? Не знаю, решил без скин сам. Нет, никакой подоплеки, что чемпион сильнее без скина и так далее. Просто без скина. Вот, например, Генджа в свое время из Gambit Gaming тоже играл постоянно без скинов. Так что нормальная эта тема. Что у нас на топе? У нас на топе равенство. Ну, чуть-чуть впереди идет хуни, но совсем чуть-чуть. А, кстати, да, в патче... Нет, в патче это было как раз в этом уже патче поменено. Это не в 7 и 7. Вот тут у Скора небольшие неприятности. Его ловит Пенат. Правда, Скор не один. Вместе с ним Смэп. Смэп будет ли давать свою ульту? Дает он по хуни. Пытается прокнуть, но прокать слишком поздно. Смэп убьет, конечно же, он там на топе Камилу, но это килл в килл. А здесь у нас Фейкер хотел сместиться на топ, но у него не получилось. В итоге Паун его передамажил, и Фейкеру пришлось отфлешиться. По индивидуальности на линиях в этот раз у СКТ лучше все идет. Индивидуально Топпер в прошлой игре тоже побеждал, но там был контрпик. Сейчас у них скиллбейс матчап. И на меде в прошлой игре был контрпик Фейкера, но они вровень отстояли. То есть получилась вот такая вот интересная ситуация. А сейчас они побеждают. Но правда Ботлейн точно так же не выиграет. Давайте посмотрим, что здесь произошло. Врыв Фейкер потратил свою W, не попал R с кушкой. Это очень плохо. То есть ему лучше было тогда дать вторую W, чем вот так вот. Ну, накачанную W, чтобы регенить себя. Спеллвампить, извините, себя. Он решил дэмэдж нанести по Лебланк, но она увернулась. И пистолет идет. Ребята, она идет все же в пистолет. Хотя, возможно, это будет портабелт Хекстэч, а не пистолет. Ванк любопытно здесь выход делает. Ну, в надежде, что Паун сагрессивничает сейчас на Фейкера без флэша, но... Паун не собирается ничего такого делать без постановки пинг-вардов. А вот сейчас поставил пинг-вард, видите, сбоку. И сделал этот Ол-Инчик, как раз оставаясь в этой стороне. При этом у него еще рядом Грейвс. Так что все отлично. Он только на рейзе со скином катает. Про Фейкера? Ну, может быть. Смэп делает Ол-Инчик, но Хуни успевает прокнуть автоатаку и получает пассивку от АД урона, защиту. И защищает спокойно. Вличбейн... Ой, вличбейн, оговорился я. Шин уже купил, соответственно, в Тринитифорс будут идти Хуни. Ну, а Смэп у нас в Тиамат. С выходом, скорее всего, Тиамат он сейчас пропустит. Ну, до конца его делать в Гидру не будет. А сразу же пойдет в Блэк Кливер, как это делают обычно. Мату здесь поддамажил Вульф, дает еще один Уханчик, но не попадает ему уже. Ну, игра выровнялась. Это хорошо, что никто не сноуболит. Гораздо неинтереснее было бы смотреть, если мы видели жесткие сноуболы. В предыдущей игре можно было как раз определить, что команда решила сломать Хуни. Сломать-то его сломали, но дальше у них возникли проблемы с их адекери и с фармом на Синдре. И Синдру теряли очень часто. Всегда, когда говоришь, что Хуни, кажется, что ты сматеришься. Не-е-е. Вот когда я говорю Хухи, тогда мне всегда кажется, что я тоже сматерюсь. Хухи это еще тот игрок. Команда CLG, медлейнер. Он молодец, в кавычках. У нас тут ротация. Правда, Мата пятый левел. Не знаю, что за ротация. Аша с ультой. Аша будет ли кидать. Цепь пойдет, наверное, ульта после этого. Попадает Фейкер Мата. Прыгает, дает экзост. И тут же дает сайленс, после которого Фейкеру... Ну, правда, у него не было флэша, убежать он и так бы не смог. Так что, наверное, перебор немножко со спеллами, накинутыми на Фейкера сейчас от команды КТ. Ну, результат налицо. Они сделали килл. Побьют немножко вышку. И более того, Лебланк сейчас освободилась. И она может походить. Пенат, например, пока защищает вышку. И Паун решает стреколиться просто. Ой, у Дефта не проблема, Келли. Мата рядом. Мата шестой получает за убийство мапса. И тут же дает свою ульту. Правда, Вульф дает по нему W. Отменяет все это дело. Фейкер прилетает. Прилетает сюда и Паунс до своего телепорта. Дает проказ. Но этого будет недостаточно. И команда КТ терпит. Здесь фиаско в этом сражении. И, скорее всего, Скорб... Нет. Выживает. Хотя еще не факт. Там рядом Лисинпай. Лисинпай хотел прыгнуть. Но Паун его остановил своей цепью. Говорит, никуда не прыгнешь, братиш. Беносовышка на Ботлейне. На топе произошло сражение, которое мы с вами не видели. Там Смэп нажал телепорт вниз. Но в этот момент Хуни отменил ему телепорт. И потерял на этом флэш. Фэйкера убили с предельной жестокостью, да. Хуни, кстати, отфлэшился, но остался на Лене. И даже пофармиться смог после этого. Смэп последнюю свою ману дотрачивает. И видит, что все тлен, потому что Хуни тут же нажимает телепорт свой, прилетает, и у него уже есть фейдж. И передвигается он как раз. А как этот айтем, третья составная называется в Trinity Force? На скорости атаки, которая. Давайте смотреть еще раз. Сейчас Мэп зайдет в кусты, нажмет телепорт. Хуни все это дело увидит. Просто дает ульту. Сразу же выпрыгивает отсюда. Ну да, правильно говорят английские комментаторы, что из-за вот этого телепорта Грейвз пошел в неудачный размен 1 в 3. Он хотел выиграть время для Фиоры, чтобы она прилетела. Но в итоге получилось, что Грейвз просто все потерял, и из-за этого вышка и погибла-то на бойте. Нет, там не Зил, не Зил. Там Зил, это тот, который Фантом Дэнсер собирает. Желтенький. А там сейчас белый, который в Нашортуз потом превращается. Я вот не помню, как он называется. Жало? На английском не помню. Жало, да. Я вообще никогда его название не запоминал, потому что Нашортуз. Это не то, что меня интересовало, здесь у нас у Хуни небольшие проблемы. За ним погоню устроил Паун. Но Хуни не один. Попрыгал, поскакал, а потом к нему пробежала Лула, дала ускорение щиток, и все хорошо. Ух. Прыжочек. Через Флэш пришлось уходить Дэвту. Но за Дэвтом идет Погоня. Он, правда, дает свою ульту, но не цепляет при этом Пената. Пенат поэтому легко до него через Флэш добирается. Пихает его в свою команду, и они делают еще один килл. Команда СКТ выглядит намного сильнее в этом матче. Мата дает ульту, цепляет Пената. Пенат, скорее всего, умрет, но не факт. Два щитка. Два щитка. Спасает Пената от неминуемой смерти от вышки. И тут же Пенат отправляется еще в Красный Лес забирать. По-моему, ребят, это начало конца. Об этом, в общем-то, говорит то, что вот Банк в наглую просто нападает на Лебланк. Не боится, что Лебланк сейчас ворвется в него и попытается ему хоть что-то сделать. Ну, а там Паунта и не особо может что-то сделать. Паунта купил у нас мерки. Он опять у нас боится какого-то магического урона от команды СКТ. На самом деле, здесь мерки скорее идут против Лулу, потому что Лулу будет давать по тебе W. Ой-ой-ой-ой. А куда теперь-то бежать? Кстати, там есть писечка, куда бежать, но в нее он залезать не собирается. Он мог перепрыгнуть через стеночку, мне кажется, через свою ульту и застрять там на шортпите. Но его в итоге, скорее всего, все равно бы убили. Попытался с Корн нанести немножко урона, но это уже больше похоже на Тильт. Просто обмазали девчушки парня. Да, Лисин у нас... А у нас, кстати, Лисин с голым торсом бегает или нет? А то он перед девчонками тут... Понимаете, Лисин знает, что он в этой команде самый мачо парень, хоть он и слепой, потому что с ним девчонки... Да, он с голым торсом, ребят, бегает. Своими мышцами, своими бицухой украшает, так сказать, этот девчачий коллектив. Еще в этом коллективе у них есть крыса, но это как обычно. В любом коллективе на корпоративе всегда появляется крыса, так что это привычно. Привычная тема, ребят. Кстати, крыса давно ничего не делала. Она выходила только на Пауна, но ничего не получилось. А вот девчонки тут стараются изо всех сил. СКТ, они, так знаете, реальный коллектив собирает себе команду. Третья часть Тринити, так и называется. Слепой альфа-самец, в любом случае лучше крысы. Да? Но ведь у Твича есть усики. Ох уж эти ребята, которые начитаются вконтакте всяких страничек и считают, что мужчину украшают усики. Нет, это не так. Это не так. Слепой альфа-самец. Бегает и унижает. Вот усатого, кстати, дядьку он унижает. 0-2, который бегает, который вынужден был нинжатаби себе собрать. Вообще там все нинжатаби пособирали. Магического урона теоретически у СКТ не так много. Давайте честно посмотрим. Абсолютно правильно выбирает билдфейкер. Фейкер можно было даже еще мерки взять, хотя он не видит больших CC-эффектов у команды КТ, и поэтому выбирает себе пинетра-ботинки с выходом в чашку, с выходом сейчас в... Ой, как он называется? Вылетел из головы название. Красный айтем. Опа! Первая пауза. Красный айтем, который усиливает ваши щитки, дает вам скорость передвижения, и тех, на кого ты накидываешь щитки, дает вам дополнительный дэмэдж к автоатакам. И, по-моему, скорость атаки еще увеличивает. Кадила, это у него сейчас собрано, Кадила. А тот... Блин, реально вылетело название. Вжух и минус СКТ? Вряд ли. Ордент! О, да, Ордентка, Ордентка. Я ее Орденткой называю всегда. Все верно. Она по-русски Кадилица была переведена, да? Я удивлен. Честно, я удивлен, потому что... Я, насколько помню, что Чалес была Кадила всегда. Нет? А Чалес тогда что такое? Как в русской версии Чалес перевели? Что за дичь собирает Элбэк, где фулл АП? Я не знаю, что там Паунт собирает. Ну, в смысле, я видел, что он собирает. Почему он принимает именно такие решения? Чалес просто Чаша. Грааль. А, ну да, да, я перепутал, да. Тогда я перепутал, ребят, действительно. Я почему-то считал, что... Когда мне говорили с Ру-сервера, типа, что Кадила, я почему-то считал, что это Чалес. Всегда, да. Вы правы, но Чалес это Грааль. Все верно. Элбэни-клон Фейкера фулл АП не может сыграть. Ну, она играет в пистолет. Более того, она пистолет до сих пор не зарядила. Как видите, у нее пока только две составляющих ее. У КТ есть мидгейм, теоретически. В мидгейме у них будут неплохие пауэрспайки, но до них еще добраться. Пока они будут до него добираться, уже банк себе подарит лейтгейм, в котором будет у него три щитка и инициатор. Знаете, это большие неприятности. Ставь плюсик, если ждешь видосики команд между играми, чем в саму игру. Но видосик был забавный. Видосик, кто пропустил, ребят, в перерыве показывали команду СКТ, тренеры их, Кома, его имя, несколько раз называли нам. Я забыл сейчас, как его зовут. И главное в этом ролике рассказывалось про то, что он ищет себе жену. Ну, на самом деле, там был просто, как это называется... Короче, поход по их буткемпу, где они отдыхают, было показано, что они едят. Ну, а в основном в каждом в этом месте, чтобы это было не так скучно, в каждом из этих вот мест, показывали тренеры и показывали, как он себя ведет и как он пытается завлечь жену в этот дом. Все игроки по очереди сватали его. Говорят, что он самый лучший парень на свете! Ловит банга! Матэ его, скорее всего, убьет. Хотя Луу рядом, она спасает! Не хватает урона вообще! У команды КТ тут же вся команда СКТшников напирает, попытается Смэп убить, но Фейкер перепрыгивает, дает щиток раз, щиток два, дает Вульф. Умирает снизу у нас там Камила, которая сделала килл на Мальзахаре. Но в этот момент тоже самое теоретически пытался сделать Смэп один в четыре, но он в один в четыре не справился. По сути, у нас один в четыре Камила сделала килл, а один в четыре команда КТ не смогла сделать килл. Зачем искать жену, когда можно сделать вайфу из Фейкера? Воу! Вульф только что унизил у нас здесь Грейлса, подошел на своей Ешкой, забрал у него мапса из-под носа, 62 золотых набрал себе в карман и пошел с этими деньгами хвастаться перед Пенатом. Пенат говорит, что ты хвастаешься? Смотри, я тут Дрейка забираю для команды. Уже второго. И удачно. Не убить, реально не убить через эти щитки. А как им не хватило дэмэджа? Давайте посмотрим. А, я понял, как им не хватило дэмэджа. Скор не попал своими спеллами, он только ультой попал. А не попал он, потому что перед ним стенка стояла, ему надо было сначала ее пройти. Вот почему не хватило урона. Ну и вот Хуни сделал один килл в соло, ну один в четыре. Я, честно, не совсем понимаю, зачем был пикнут Грейвс. Первый пик. То есть на него выстроили такую большую игру, как будто команда КТ. Они рисковали вообще потерять сразу свою и Ашу, и Лулу. В итоге они потеряли просто Лулу во второй раз подряд. Я не говорю, что им надо Лулу ферст пикать. Ну, то есть это не самое то, что можно ферст пикать. Но как-то так получается, что не получается. И плюс мне все еще не ясно, почему они Лулу пытаются контрить Мальзахаром. Когда, ну, как мне кажется. И не только мне, а и английским комментаторам это кажется. Лулу это и является прямая контракт Мальзахару. И на линии, и потом все, что делает Мальзахар, может контрить Лулу. Ордентка появилась уже, кстати говоря, у Фейкера. Сейчас Фейкер купил себе средний рот. Даже не знаю, во что он будет это делать. Маска, Рободон. Ну, скорее всего, это Рободон. Просто денег хватило именно на эту штуку. Может быть, какой-то Лич Бэйн. Фиора закончила Тиамад до Блэк Кливера. Это тоже, конечно, такое действие. Я не против самого выбора Гидры за место Титани Гидры. Даже, может быть, в некотором роде я за такой выбор. Но вот то, что она заканчивает раньше Блэк Кливера, это, по мне, ошибочка небольшая. Грайс у нас тоже идет Блэк Кливер, но пока до него ему не добраться. Пистолет зато появился у Пауна. Теперь можно застрелиться. Что у нас по деньгам? Минус 2000. И самое обидное, что СКТ выдержали мидгейм. С их-то сетапами им надо было всего лишь продержаться мидгейм. Объясню, ребят, у команды СКТ три щитка в команде. А, ну, минус смэп, скорее всего. Его цепляют, никуда уже не убежать, потому что Хуни в него ультанул. Правда, там Лула умерла. Зазевавшаяся возле Пинг Варда. Она прогуливалась, ее спалили. Сразу же сделали врыв. И через ульту Аши, я так понимаю, да. И команда КТ сделала килл, правда, при этом потеряла смэпа на ботлейне, в которого ультанул Хухи. Ну, Твич сделал ротацию, придумал себе келец. И, кстати, Твич купил QSS после этого всего. Хотя, может быть, QSS был до этого, но это не особо имеет значение. Намек просто идет на то, что Аша теперь не сможет в него делать инициацию. И точно так же не сможет и Мата делать в него инициацию. Как же быстро Хуни запушил эту линию. Все еще мертвый смэп, а Хуни уже здесь. А ведь только что он был на ботлейне. Он сможет еще вышку побить. Смэп бежит защищать. Ну, да, все-все, убегает. Вместо гусей надо было собирать медальон. Но она еще ничего не собрала, на самом деле. У нее не дособран, как видите, Голдер. Она его не загрейдила до конца. В отличие от Мальзахара. Еще один минус Мальзахара в данном случае является то, что Мальзахар комбинируется с Ашой. И QSS собирает сразу против двух игроков. Тот, бэнк, решает выйти из инвиза, пострелять немножко по оппонентам. Не совсем понимаю, в чем сейчас была его идея. Но Мата не сорвался и просто отошел в сторону. Может быть, он и хотел, чтобы Мата в него ультанул. Он бы прожал QSS. И это было бы потерянный CC-эффект команды КТ Ростерсона. Не знаю. Ты про три щитка не рассказал. А, ну да. Там битва началась. Три щитка команды СКТ были взяты для того, чтобы продержаться медгеймы. У них это получилось. Теперь, соответственно, против этих трех щитков придется очень тяжело сражаться. Но опять мне не дают рассказать, потому что Пауна убивают. Берет он свой пистолет, пытается его зарядить. Но выстрелить так и не получилось, потому что попадает сначала в пихание ногой Лисином. Лисин показывает, что оружие против единоборств ничего не стоит. А потом Лулу показывает, что магия гораздо круче, чем пистолет. В итоге, ребят... А, кстати, он пистолет успел потратить все же. Но это не имеет значения. Урона не нанес. Лисин умер и опять собирает Лич... Этого, извините, Жоню. Странные выборы, конечно, от Пауна. Я бы наругал, конечно же, игрока команды КТ Мидера, если бы там не Фейкер играл против него. Жестко бы его наругал. Причиной, ну, абсолютно бездарный выбор айтемизации. В перерыве, те, кто пропустили, я рассказывал, что в предыдущей игре... Вот здесь он пистолет, кстати, успел нажать. В предыдущей игре он играл за Синдру и собрал ее с мерками и с Жоней вместо нормальных айтемов. В итоге Жоню он юзанул где-то 5-6 раз в игре. Все эти 5-6 раз его просто убивали после Жонни. То есть Жонни не дала ему ровным счетом ничего. А без нее у него был бы Рободон быстрее, и он бы смог добивать тех самых игроков, которых нужно было убивать. Да, рисковал бы, что его ваншотнут. Но его и так ваншотали, какая разница? Что с Жонни, что без Жонни. Возвращаемся к щиткам. Битвы вроде бы не будет. Так вот, мидгейм прошли, получили щитки. Теперь у них в лейте, у команды КТ, два гиперкерри. Это Камила и Твич. Ну, пока еще не лейтгейм, пока все еще мидгейм. Но уже видно, что СКТ его проскакивают голопом. И как справляться с этими чемпионами, когда на них будут дальше кидать щитки без остановки. То есть, обычно проблема у команд с щитками, это либо нехватка урона в лейтгейме, либо то, что они не могут продержаться мидгейм. Это их главная проблема. А они справились с этим. То есть, я сейчас ставлю 90%, что выиграли СКТ эту игру. Не из-за дрейков даже, ребят. Даже если бы не было этих драконов у них. Даже, наверное, при условии, если бы СКТ отдали этих двух драконов команде КТ, я бы все равно отдавал им предпочтение, потому что, ну, это непробиваемая комба. Три щитка. Ну, Лесин, он в основном как бы не щитковый получается. Он больше ютилити в данном случае. Он Блэк Кливером режет им армор. Вот вам Камила уже наносит урон повыше. Представляете, что творит Банк. И он ничего не теряет, вы понимаете? Он даже мог QSS не нажимать здесь. Вульф рядом. Вульф тебя прикроет. Он дает тебе щит и говорит, давай, расстреливай пацанов дальше. Не получилось УКТ продавить. Поэтому мне сразу же не понравилась Фиора. Потому что Фиора, это все же чемпион, который говорит, давайте поскелимся немножечко. Ну, скелимся немножечко. А что дальше-то? Куда скелиться? Когда ты начнешь побеждать Хуни? Ну, ответ никогда, мне кажется, не устраивает команду КТ. Но именно такой произойдет. А Лебланк у них хороший пик. Ну, смотря на айтемы Лебланк, просто не заплакать. Паун, вот он, Лебланк. Жоню прожал. Давайте посмотрим, поможет ли ему это Жоня в этот раз. Пока помогает. И да, он остается в живых за счет Жоня. Молодец. Правда, пошли телепорты. Оба топ-лейнера сюда прилетают. Хуни прилетает сразу. Попадает в СЦ эффекты. Флэшится к своей команде. Получает кучу щитков. И его уже не остановить ли? Нет, смог Смэп своим трудомагом продамажить. Правда, Пенат тем временем добирается до Скоро. Добирается до Аши. Убивает Ашу после этого. Скоро кидает в команду. Тоже наносит много урона. Убивает Пауна вместе со всеми. Как великолепно здесь сыграл Пенат. И Банк. Последний игрок остался у команды КТ. Банк его догоняет и пристрелил. Все. Хотя, вроде бы, даже почти все идеально сделали КТшники здесь. Ну, кроме Лебланка. Она потеряла очень много своих спеллов на том побеге. Но они смогли ваншотнуть почти что сразу Хуни. Правда, дальше что делать? Лулу идет в Локет. Но оно очевидно. Давайте смотреть еще раз. Врыв. Но тут же Мата его ловит. Редемшн сверху. Но Мата вынужден был стоять на месте. Там, где он его поймал, он вынужден был стоять на месте. Ну и все. Смэб сделал врыв. Но Лулу тут же дает по нему W. Отменяет ему весь врыв. Смэба расстреливает Твич. Ну, а Лисин догнал эту троицу. И избил ее. КТ-шники, ребят. Напомню, что КТ проиграла в сезоне 2 игры, 2 Best of 3 команде СКТ. Проиграли оба раза 2-1, если я правильно помню. Первая игра была более-менее ровная. Вторая игра была, ну, скорее, в пользу команды СКТ. Они намного лучше отыграли, намного лучше доминировали. Ну, а Фейкер, если вы посмотрите, в этой игре на MVP не тянет. Ну, по статистике. Я бы отдал MVP здесь Лулу однозначно. Она везде... Наш пострел везде поспел. Он просто везде оказывается в самый правильный момент. Хотя можно также и отдать и Пинату. Но Пинат скорее выполняет работу добивания. Поэтому получается у него такая неплохая статистика. Так-то по игре я особо не помню хороших действий от Пината. Ну, там пару раз удар ноги был неплохой. Ну, это вроде бы Лисиновские стандартные вещи. Хотя кто-то скажет, Лула тоже должна такие же стандартные вещи делать. Бэнк выбирал, напасть ли или отпустить. Отпустил. А начало было многообещающим. Ну, в первой игре первые 15 минут КТ вели. Во второй игре первые 15 минут равный счет был. Ну, только вышку забрали КТшники и Ферстблат взяли КТшники. Ну, то есть они оба ФБ забрали себе, но чуть-чуть все же не казалось одностороночкой. А потом как-то все посыпалось. Грейвс вообще ничего не делает. Лебланк вообще такая же, как и Грейвс. Остается только Аша да Мальзахар, но у них на двоих дэмэджа недостаточно. У нас тут, кстати говоря, лейтгеймовый Смэп не побеждает один на один Хухи. И по лицу Хухи... Ой, Хухи, извините, я говорился. Ха-ха, оговорился про Хухи сегодня. Вот вспомнишь Хухи, вот и оно, как говорится. Ой, Пенат тут тупаново, ворвался, правда, Лулу, щиток. Дальше щиток от Кармы, но он погибает, потому что вышка его передамаживала очень сильно. Фейкера убивает Аша, кстати говоря, у Аши есть разогрев, но, правда, дэмэджа ей не хватит против Твича. Твич ее расстреливает. Агрессивно начали вести себя здесь СКТшники, решили просто уже закончить игру. В тот момент, когда Хуни, Хуни, напомню, а не Хухи, сделал один на один килл против Смэба, хотя был пикнут. Вот опять была пикнута Фиора. Как в прошлой игре, это контрпик против Хуни, и опять он не сработал. Может быть, стоит контрпикать Бот Лейн? Это мое мнение. Ну, то есть, что исправить надо? Чтобы игра была дальше. Хоть какая-то у команды КТ. Потому что две игры подряд их разбирают на 30-й минуте, и они ничего сделать не могут. Фейкера нет смысла контрпикать, он непобедимый, это очевидно. Хуни не получается. Они его два раза контрпикнули, как они считают, хотя Фиора, Камила, я считаю, скиллбейс матчап. И ничего не получается. Даже уничтожив его в прошлой игре на линии, 110, по-моему, фарма было у Джейса против 70, там, в районе 70 была фарма у Хуни за Шейна и минус 2 левела, все равно он вернулся. Такие дела. Может быть, обратимся к бутлейну, заберем Лулу себе, заберем Лулу Аша Камба, при этом заберем ютилити мидлейнера, который просто не умрет на миде от Фейкера, типа Арианы, ну, кто у нас там, Ария, Райз, ну, конечно же, Талия та самая, топ-лейнера возьмем себе тупо танка, не будем никому ничего доказывать, и будем играть через Скора, который возьмет себе того же самого Грейвиса, того же самого, там, Казикса и Лизу, и будем играть через бутлейн Дефта, Ашу. Как-то так попытаться? Наверное. Потому что так выиграть не получается. Ну что ж, пока идем на перерыв, ребят, счет 2-0 в пользу команды СКТ. Напоминаю, что сегодня еще будет матч за 3-4 место в Европе, матч за 3-4 место в Америке, это будет вечером, в 6 вечера Европа, сразу после них Америка. Так что это тоже не пропускайте, если вы уже решили, что СКТ свое отыграли и дальше смотреть нет смысла, приходите вечером на другие матчи. Ну, а пока идем на перерыв.